В эти дни в рамках программы «Обат Махалла» посредством изучения на основе системы Хонадамбай, гражданам, состоящим в железной, женской и молодежной тетрадях, предоставляется помощь в решении многих проблем. Улучшение условий быта — это не просто создание или расширение местной инфраструктуры, деятельности коммунальных служб, но и, прежде всего, чистота и порядок дворов многоэтажных домов, территории Махалей, в которых мы живем. Сегодня мы видим, как очень быстро, а главное, эффективно решаются острые вопросы. Что скрывать? Мы не просто научились прямо смотреть на проблему, но и принимать необходимые комплексные меры по выправлению сложившейся ситуации в той или иной Махале, созданию достойных условий на местах. На что, в частности, и направлена крупномасштабная работа, проводимая в рамках программы «Обат Махаля». И здесь нет мелочей. К примеру, сложно было до этого передвигаться по дорогам вокруг здания схода граждан Махалеки от Таджарарах в первом секторе района. Летом они утопали в пыли, а зимой в грязи. Территория была заполнена беспорядочными ограждениями. Теперь все эти недостатки поэтапно устраняются. Убирают незаконные сооружения и уже покрыли асфальтом 12 тысяч квадратных метров. Приняли современный вид и детские площадки возле многоэтажек. Немало обращений в народные приемные президента связаны с устаревшими фасадами 20 многоэтажных домов, расположенных в Махале, Янге, Бельтепе. В этом году совместно с руководителем первого сектора вопрос данной системной проблемы был включен в программу. И в настоящее время проводится практическая работа, которая близится к своему завершению. Такими же создателями мероприятиями охвачен исход граждан Махали имени Оли Махуджаева в четвертом секторе. Так на улице Хумдонцой наконец-то после нескольких десятилетий асфальтируют участок в 3000 квадратных метров. Уже видны первые результаты дорожных работ. Приступили к обновлению фасада 38 многоэтажки на улице Гульхани и Махали-Кетта-Охтыпе. Немало хлопот населению доставляли разбитые внутренние дороги с хода граждан Махали-Янге-Кямолон. И вот в этом году найдено решение проблемы, с которой долгое время сталкивались жители. Сейчас проводятся работы по асфальтированию дорог, которые принимают на лежащий вид. Такие же мероприятия по приведению в порядок внутренних дорог проводятся и в Махале-Ипакче, где ремонтируют их 3000 квадратных метров. Активные созидательные работы охвачены и социальные объекты Шехан-Тахурского района. Несмотря на то, что было отремонтировано здание 241-й государственной дошкольной образовательной организации в четвертом секторе, устранены недостатки в отопительной системе, обновлены оконные рамы. Не отвечала требованиям детская площадка. На основе программы в этом году выделено 526 миллионов сумм для возведения специальной летней площадки для малышей и бассейна. Давно устарело здание 157-й общеобразовательной школы 1959 года постройки. Для решения проблемы в рамках программы выделили 6 миллиардов 800 миллионов сумм и приступили к строительным и ремонтным работам. В настоящее время обновляют кровли, окна и двери. Делается все, чтобы новый учебный год ученики начали в современных условиях. Масштабы благоустройства все более расширяются. Так, с начала текущего года имя во втором секторе охватили 144 из 166 улиц. В том числе привели в порядок кровли около 100 многоэтажных домов, подвальные помещения 241 дома. Очистили более 45,5 тысяч метров арыков, высадили саженцы деревьев и цветов. Провели по белку почти 7 километров бетонных борзюр. Немалый объем работ выполняется и в сходе граждан Махали-Обеназар, что в третьем секторе. Благоустраивают территорию вокруг многоэтажек в массиве Гулёбот. Построили детскую и футбольные площадки. Ускоренными темпами ведутся подобные работы и в Махале-Сархумдон. В частности, очищают от мусора территорию вокруг четырех многоэтажек на улице Уйгор. Вот это здание долгие годы служило местом проведения семейных торжеств и поминальных мероприятий жителей Махали. Однако, обделенный вниманием объект принял таки заброшенный вид и теперь на его месте возводят детскую площадку и автостоянку. 29 лет, как проживаю в этой Махале. За все это время таких основательных работ по благоустройству просто не было. Теперь же мы поражены таким масштабом созидания. Многое зависит от нас самих. Наша культура, отношение к чистоте и порядку. К примеру, установлен ящик для мусора. Но некоторым лень доносить для них отходы и бросают мусор, где попало. А сейчас проводятся работы по благоустройству. И мы должны поддерживать эту инициативу. Все очень рады происходящим позитивным переменам. Спасибо большое за работу, благодаря которой все приобретает красивый вид. Главное, совместными усилиями стараться сохранить то, что делается для нас же самих. И быт станет краше. В рамках реализации программы «Обот Махаля» проводится последовательная работа по оказанию оставшимся в сложных социальных условиях семьям. Поддержки, направленной на создание стабильных источников доходов. Посредством изучения на основе системы «Хонадон Бай». Гражданам, состоящим в железной, женской и молодежной тетрадях, предоставляется конкретная помощь в этом плане. К примеру, для каждой семьи разрабатывают свой бизнес-план и помогают в его практической реализации. Для дальнейшего развития предпринимательства эффективно используются издания сходов граждан Махали. Благодаря благоустроительным работам преображается лик и этой Махали, что, несомненно, повышает настроение местных жителей, воодушевляя их на новые инициативы. Это настоящий президент. Со всем миром ведет дружеские отношения. Это неузнаваемый Узбекистан с такими переменами. Люди вздохнули такую свободу, такую, понимаете, уверенность, уверенность в себе, что им руководит настоящий человек, настоящий президент. Для народа это чудо, это неузнаваемые, понимаете, вы как бы куда-то ты выезжаешь в другой мир. Все изменилось, все наш президент это внедряет. И это получается необыкновенной, как бы вам сказать, ну, как сказка. Вот когда я последний раз еду на автомобиле, по скверу, там вокруг, это все же для людей. Заслуживает внимания положительный опыт, связанный с предоставлением свободных подвальных помещений 218 многоэтажных домов предпринимателям на арендной основе, которые, в свою очередь, организовывают производственную деятельность, работу спортивных залов, точек услуг. И вот пример. Долгое время пустовал подвал третьего А дома в Махали-Шодлиг в первом секторе. После передачи его предпринимателю здесь был организован швейный цех и создано тем самым 22 новых рабочих места для нуждающихся в социальной защите соотечественников, которые теперь будут иметь дополнительные источники дохода. Мероприятия в этом плане продолжаются на основе расширения возможностей для потерявших кормильца, имеющих малолетних детей и женщин, чтобы они получали доходы, работая на дому. На днях в штабе первого сектора группе соотечественниц, включенных в женскую тетрадь, вручили современные швейные машинки. Созидательная работа ведется во всех махалях Шахандахурского района.